Продолжение следует... В преступном мире получил прозвище Тимоха. Претендовать на коронацию роль смотрящего по Оренбургской области начал с 2001 года, поставив под угрозу единовластия, устанавливаемое Рашидом Хачатреном, он же, Хачик, или Рашид Джамбульский. Сам Рашид стал претендентом на данную должность в 1998 году, когда отрак умер предыдущий смотрящий Александр Иконников, икона. При этом Хачатрен хотел расширить свое влияние на восточную часть Оренбургской области, но его планы натолкнулись на противодействие из Москвы. При поддержке тамошних авторитетов в 1999 году была проведена коронация 25-летнего вора в законе, уроженца Орска Алексея Беляева, Ленчика, которая и помешала планам Рашида относительно установления абсолютной власти над всей Оренбургской областью. Поддержку Копченину Тимофея в его борьбе за должность оренбургского смотрящего, в противовес Рашиду Хачатряну. Оказал вор в законе из Москвы, Маис Карапетян, Маич Кироваканский. В первый весенний месяц 2001 года в городе Оренбург состоялась сходка с целью обсуждения кандидатуры Тимохи. Для участия в ней из Москвы прибыл сам Маис, а также Альберт Сенсадзе, Миха Слепой, и Игорь Молодцов, Егор Уфимский. Но при рассмотрении кандидатуры Копченина было выяснено, что однажды тот проходил потерпевшим по одному из уголовных дел. Эта ошибка молодости помешала коронации нового претендента на должность смотрящего. При этом на той же сходке к Рашиду Хачатряну Миха Слепым был предъявлен ряд претензий. Например, этот оренбургский смотрящий недостаточно активно работал в направлении наполнения средствами московской воровской казны, а также слабо контролировались поступления в местный общак и их рассредоточение по областным ИТК. Окончательную точку в претензиях Копченина на корону Рашид решил поставить спустя полгода, для чего в Оренбург был приглашен Владимир Аганов, Вач и Кос Шестопалый. Они вместе закрепили решение, принятое относительно Тимохи Мартовской воровской сходкой. Вторая попытка Копченина стать коронованным вором однако Копченин не отступил и в октябре 2003 года предпринял еще одну попытку стать коронованным. В этот раз он заручился поддержкой Романа Барбакадзе «Ремень». Последний приехал в Оренбург для обсуждения кандидатуры Тимохи вместе с Михаилом Саканделидзе, Мамука. Но этот визит только обострил конфронтацию между Копчениным и Хачатрином, а желанной короны Тимохи так и не принес. К тому же, у входа в кафе Крисбор, где проходила сходка, неизвестным киллером был застрелен Мамука. Кто именно расстрелял гостя, так и осталось загадкой. Копченин и Хачатрин обвинили друг друга в организации данного убийства. Однако Рашид после этого на продолжительное время из Оренбурга пропал. В феврале следующего, 2004 года, свою корону потерял еще и Ленчик, который за последний период совершенно перестал подчиняться Хачатрину и перешел на сторону вора Краглы Мамедова по прозвищу Корой из Нижнего Тагила. Причиной низложения Беляева стало его участие в раскрытии убийства участкового милиционера. Он помог оперативникам в розыске преступника. Формулировка, из-за которой произошло разжалование, ментовское поведение. Обострение противостояния между претендентами на роль смотрящего. Летом 2005 года убили одного из посетителей ресторана Метелица, Владимира Золотарева, последнего из оренбургских старых воров в законе, который начинал вместе с Иконниковым и считался среди своих смотрящим по Оренбургу, а в миру, преуспевающим бизнесменом. Спустя определенное время после смерти Золотарева и потери ленщиком воровской короны, была предпринята попытка убийства Копченина. Его попытались подорвать в тот момент, когда он с друзьями находился в Борелстен. Однако сработавшее в автомобиле ВАЗ-2110 взрывное устройство привело к гибели самого закладчика, активного участника группировки Хачатрина. Тимоха не пострадал. Через полгода в Краснодарском крае был задержан разыскиваемый на федеральном уровне Рашид Хачатриан. В период его пребывания за решеткой Копченин снова предпринял попытку получить воровскую корону. В этот раз воровская сходка была проведена в Лужниках. На ней Тимоху провозгласили братом. После этого между оренбургскими группировками началась настоящая гангстерская война. Так, весной 2006 года убили Михаила Трусова, главу одной из группировок распавшейся империи Золотарева. Покушение на оренбургского вора в начале лета 2006 года автомобиль, в котором находились Копченин и другие пассажиры, был расстрелян из автоматов в районе поселка Ростоша. В результате этого, второго по счету, покушения, водитель с пассажиром, занимавшим передние сидения джипа, погибли, а Тимоха с ранением в руку был транспортирован в лечебное учреждение. В тот же месяц, спустя несколько дней после покушения на убийство Копченина, Рашида Хачатрина задержали при попытке покинуть территорию Оренбургской области и заключили под стражу. Осенью 2006 года Тимоха вместе со своим приятелем прибыли в больницу города Оренбурга номер один. Выйдя из автомобиля, они пошли в сторону приемного покоя. Однако до здания не добрались, им в спину неизвестным было сделано несколько выстрелов. Убийца целился в голову. Копченин погиб на месте, а приятеля, получившего ранение в голову, в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Киллеру удалось скрыться с места преступления. Похоронен Тимофей Копченин в Оренбурге на Степном кладбище. Каким был и что оставил после себя Тимоха следует отметить, что не все представители криминального мира Оренбурга признавали Тимофея Копченина. Они считали его слишком молодым для титула вора в законе, полагая, что тот был Тимохой просто окуплен. Однако это не помешало группировке Копченина стать наиболее влиятельной в Оренбургской области, крошевать теневой рынок автомобилей, числящихся в угоне, и, по некоторым сведениям, проституцию. Вдобавок Тимоха помогал улаживать конфликты, возникавшие между группировками, правда, за немалые комиссионные. Интересно, что когда Копченин еще был жив, он начал строительство церкви в собственной деревне, однако смерть помешала завершить начатое. Также рассказывают, что к нему как-то обратилась за помощью девушка, оставленная без крыши над головой родным дядей. Тот со своей семьей поселился в доме ее умерших родителей. Не найдя нигде правды, она обратилась к Тимохе и тот совершенно бескорыстно решил оказать ей помощь. Ему достаточно было просто поговорить с дядей, каким именно был разговор. История умалчивает, после чего тот не только отказался от претензий на наследство, но и до сих пор старается не потыкаться к племяннице без особой нужды. А вот родной отец Тимофея, Анатолий Копченин, летом 2017 года пострадал от пожара, огонь полностью уничтожил внутреннее убранство дома. Теперь 84-летний пенсионер проживает в неотапливаемой бане, а оставшиеся в живых родственники вовсе не собираются приютить его у себя. Возможно, был бы его сын жив, он не дал бы совершиться подобному. Подпишитесь на данный канал, нажмите на колокольчик и поставьте лайк. Спасибо!